Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас с вами ждет осенний пейзаж. Рисовать буду гуашьи-гуаши от компании Гамма. Гамме спасибо большое за предоставленные материалы к сегодняшнему уроку. Начинаем. Я буду рисовать на квадратном формате. Этот же сюжет вы можете на приближенном к квадрату формате нарисовать. Или же на прямоугольном формате, горизонтально, вертикально можете расположить. Также ваш лист или холст я рисую сегодня на холсте, на ДВП. Я рассказывала в одном из предыдущих видео о том, как можно самостоятельно сделать такой холст. И хоть он у меня уже загрунтован, я с вами за компанию. С вами с теми, кто рисует на листе акварельной бумаги, также покрою лист белой краской. Кто рисует тоже на холсте, этого делать не обязательно. Но мы сейчас с вами будем делать такой однотонный серенький фон. И в принципе, вот этот первый красочный слой, он нам только поможет хорошо и удобно сделать фон. И сразу же намешаю цвет серенький, он у меня будет основан на синем, фиолетовом цвете. Плюс немножко можно коричневого или того же оранжевого цвета добавить. Но больше синевые, больше фиолетового, плюс, естественно, белый цвет. Что-то такое, прохладный серый. Что-то вот такое. И наносим его таким вот тонким слоем, чтобы быстро все высохло. Я даже возьму тряпку и тряпкой просто разотру. Быстрее высохнет, равномерный будет слой. То есть можно использовать разные инструменты, в том числе и тряпку для вытирания кисточек. И вот такой вот не слишком насыщенный цвет. То есть такой цвет стального серого неба. И вот на этом фоне, тем же серым, только чуть более насыщенным цветом, который у нас есть в замесе, чуть ниже середины холста, листа, сделаем линию такую опорную, на которой у нас будут расположены кусты, деревья. То, что расположено, в общем, вдалеке. И то, что немножко сливается с небом. Прямо вот такими вот отпечатками я это делаю. Только кисточку сейчас возьму даже прям побольше. Вертикальный мазок. Даже не отпечаток, а именно мазочек. Границу дополнительно можно будет еще размягчить. Границу соединения неба и деревьев. Ну, чтобы была более мягкая эта самая граница. Это кисточка чащая. Это позволит нам отправить вдаль этот лес. Можно, если хотите, дать намек на то, что там есть какие-то стволы. У этих деревьев они виднеются. Также чуть более, например, темным цветом. Какими-то даже прерывистыми, корявенькими линиями. Можно их нанести. Я для этого использую синтетику круглую и с длинным ворсом. И снова можно немножко эти линии притоптать кистью специально, чтобы где-то они прерывались, где-то помягче были. Все равно видны были, но не слишком активны, не слишком сильно. Дальше отправимся чуть ниже. Отметим полоску земли. И вот на земле уже может присутствовать свет, такой более характерный для земли. Земля покрыта осенней травой. То есть там что-то такое пожуканькое может быть. Немножко так на уменьшение у меня пойдет линия. Немножко коричневый сюда добавлю цвета. Немножечко еще чего можно зеленцы остатков унести. Я прям всеми цветами буду сразу проходиться возможными. Желтоватый цвет. Охристый. И сразу закрываем вот эту полоску, которая у нас просвечивает полоска фона между землей и дальним лесом. То есть если у вас там красочки нет, то пройдите еще заполните, пожалуйста. Немножко охручки, вернее оранжевого цвета. И здесь дальше будет кое-что расти. Поэтому нам еще будет что сделать на этом участке. Это еще не все. Здесь у нас появится водичка. В принципе мы можем сразу начинать набрасывать, пока у нас бережок немножко подсыхает, начинать набрасывать отражение, в том числе и тех дальних кустов и всего того, что у нас еще здесь появится. Я прям вытягиваю на себя. Вот такой мазок делаю. Вытягиваю на себя и цветом кустов, тоже сереньким, прохожу, добавляя отражение. Оно будет перекрыто, скорее всего. Ну, тем не менее, пусть будет. И пока снова сохнет все то, что находится вдалеке, вблизи, давайте просто бережок тоже отметим каким-нибудь таким цветом осенним. Тоже что-то такие пожухлости какие-то. И коричневый, и оранжевый, и охру. Ну, я просто здесь траву отмечу. Красноватый цвет. Тоже может присутствовать, естественно. То есть все осеннее. С чем у вас именно осень уже ассоциируется? Что у вас будет про осень? Это я все делаю щетиной, сухой. Прям кисточкой, тряпочкой я все время вытираю кисть. Немножко красноты можно добавить. Круглой, плоской щетиной. То и то и можно это делать. Ну, и в принципе, или ждем, когда подсохнет окончательно, или потихонечку можно уже начинать и добавлять такие маленькие деревья, которые расположены уже чуть ближе к нам, нежели вот эти вот серые, которые совсем-совсем в дарике. И для них мы возьмем что-то такое на основе охрочки. Светленькое. Можно даже вот немножко так загрязнить тоже. Более серенькой сделать эту охру. Помешать на наш основной серый цвет. И немножечко от края, отойдя, наметим форму кроны. Дерево. Таким вот цветом. Можно, например, одно и второе рядышком поменьше сделать. И туда уже можно внести разнообразие какое-то. Где-то и чуть поярче цвет внести. Где-то наоборот. Стволы показать. Уже более заметные, нежели в дальнем участке леса. Так же отразить эти деревья. Отразить их в воде. Опять же теми же самыми носками, как мы уже делали. Подружить одно с другим. Позволить им здесь тоже присутствовать. Чтобы линии стволов как-то соединить с всем деревом нормально, я еще буду проходить и добавлять. Например, где-то просто охристый цвет. Кое-где прерывистости можно линиям внести. Нелтоватый цвет. Немножко охра. С красненьким. Такое что-то приглушенное. Чтобы они сильно на себя внимание не тянули, но в то же время присутствовали здесь. Если краснота у вас появляется, то и в отражении сразу немножко добавьте этой красноты. Также можно немножко добавить стволов отражения. И на участке близко к нам расположенном здесь уже можно поднять дерево, которое будет выходить за пределы картины. То есть сделать его очень-очень высоким, большим, крупным, специальным, чтобы вот это вот разделение у нас появлялось. Даль, близь. Прямо здесь вот, например, будет произрастать. Высокое. Может быть оно как, знаете, такое вот деревце из нескольких стволов, что ли, собранное. Может быть одно классический вариант. Все может быть. Ну, я его таким вот собранным буду делать. Также сразу можно, прежде чем листва появятся, ветви сюда пустить в отражение. Ветви, стволы, ствол. Может быть у вас еще здесь парочка деревьев появится. То есть не обязательно все то же самое делать. Вы можете по-своему, естественно, все исполнить. Вот поэтому, если хотите, можно еще деревце вырастить. Может быть маленький кустарничек какой-то у вас появится. И после того, как чуть-чуть схватится слой с ветвями, можно начинать опять-таки то, что у нас ассоциируется с осенью. Все осенние цвета. Только здесь уже не приглушенные, а прям достаточно такие активные цвета осени мы с вами можем задействовать. Оставляя просветы, да, чтобы кое-где ветви у нас проглядывали. И прям таким коротким перекрестным мазком я наношу эти мазочки, наношу краску. Прямо оранжем, такой яркий цвет. Сразу же можно и в отражение переводить. Все те цвета, которые вы задействуете. Да, потихонечку набирать отражение. Заодно будет такой вот отдых дереву. Будет немножко подсыхать. Где-то на земле еще что-то можно тоже внести такое. Может быть чуть менее такое яркое. Но это пятна. Также сразу же можно еще и по травинкам пройтись. Ну и что-то здесь внести. Тоже поярче по траве на переднем плане. Также что еще мы можем здесь отметить? Это какая-то рябь на воде. Прямо возле берега. Какая-то листва плавающая по воде. Ну, например, рябь можно чем-то таким вот бледно-голубым цветом. В принципе, даже можно что-то из нашего такого серенького, только посветлее прям взять и с большей примесью голубого цвета. И остатками краски на кисточке. По сухому слою можем пройти. И прям по отражению где-то. Где-то прям возле берега. Может быть какие-то, да, еще просто идеи, намеки на кусты и так далее. Вот здесь появятся. И про листва на воде также не забудем. Прямо можно даже сориентироваться на то, что есть у нас на основном дереве. Подобные цвета. Но только так, немножко опять же приглушенные, чтобы они слишком не бросались на нас. Просто вот такими отпечатками можно прям даже захват кисточки вот такой вот сверху сделать. То есть у нас лежит она у нас. Оп, мы ее сверху захватили. И вот таким прям отпечатками. Просто даже мазки не надо делать. Просто отпечатками проходим. На воде какие-то пятнышки оставляем маленькие. И здесь, конечно же, такое количество, сколько вы хотите этой листвы. И возможно что-то из маленьких таких вот веточек появится в этих кустиках. Может быть ничего здесь не появится. В этих травинках на переднем плане. Удержаться от птиц я здесь, пожалуй, не смогу. Хотя это на ваше исключительно личное усмотрение. Ну, еще какие-то птички наверняка летают. Поэтому я их сюда в небо и отправлю. Пожалуй, пусть будет их три штучки. И на этом все. Вам огромное спасибо за просмотр. Буду ждать фотографии ваших работ в паблике ВКонтакте. Фотографируйте, загружайте, делитесь красотой, которую вы создаете. Я вас еще раз благодарю за просмотр. Хорошего вам настроения. Рисуйте и будьте счастливы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok